Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем с вами курс лекций по этике делового общения и продолжаем начатый на прошлом занятии разговор о национальной специфике делового общения. Участники международного общения придерживаются единых норм и правил, и тем не менее национальные и культурные особенности могут оказаться весьма значительными при деловых отношениях. Прежде чем мы будем говорить с вами о конкретных чертах и конкретных национальных особенностях, необходимо сделать несколько пояснений. Под национальными особенностями понимаются стили, типичные скорее для тех или иных стран, а не определенных национальностей. Необходимо учитывать, что практически невозможно абсолютно объективно описать национальный стиль делового общения. Всегда работают устоявшиеся стереотипы национальных черт у тех или иных народов. Что мы имеем в виду под национальным стилем? Национальный стиль – это наиболее распространенные, наиболее вероятные особенности мышления и восприятия поведения. Они не будут обязательными чертами, характерными для всех представителей описываемой страны, но они типичны для них. Знание национальных особенностей может служить своеобразным путеводителем, ориентиром возможного поведения партнера. Первая страна, о которой мы будем с вами говорить, – это Америка. Американцы – люди очень энергичные, для них характерен оптимизм, независимость, предприимчивость и трудолюбие. Американцы любят свою страну, с почтением относятся к ее политическим символам, флагу, гербу, гимну. Многие уверены, что США – самая лучшая экономическая и демократическая система в мире, а американские нормы жизни единственно правильные. Поэтому они мало интересуются другими культурами, недостаточно знают о народах европейских и азиатских стран. Американские бизнесмены считаются самыми жесткими деловыми людьми. Однако во многих отношениях дела с ними вести легче, чем с другими партнерами. Их философия проста – они стремятся заработать как можно больше денег. Доллар для них – это всемогущая сила, которая превышает все аргументы. Американцы обожают соревноваться, они ценят успех, ценят достижения. И достаточно часто этот успех измеряется у них материально, то есть количеством заработанных денег. Деловой американец не мелочен и не педантичен, но он понимает, что в организации любого дела нет мелочей. Американцы прагматичны. При обсуждении вопросов большое внимание уделяется деталям, связанным с реализацией договоренностей. Они последовательно добиваются своих целей, любят торговаться, довольно часто объединяют для рассмотрения различные вопросы в один, так называемый, пакет. Сначала определяют общие рамки возможного соглашения, добиваются принципиального согласия, а затем уже анализируют подробности. К переговорам американцы готовятся всегда очень тщательно, учитывают все, что может принести успех делу. Американский стиль делового общения отличается достаточно высоким профессионализмом. В состав американской делегации включаются люди, компетентные, хорошо разбирающиеся в сути обсуждаемой проблемы. Американцы – индивидуалисты. Им нравится действовать самостоятельно, без оглядки на начальство. На переговорах они пользуются достаточной свободой при принятии решений. Однако часто они проявляют эгоцентризм, считая, что партнер должен руководствоваться теми же правилами, что и они сами. Поэтому со стороны могут показаться слишком напористыми, грубыми и даже агрессивными. Американцы – личности. Индивидуальность и права личности – это самое главное для американцев. Это качество можно расценивать как проявление эгоизма, но оно заставляет американцев относиться с уважением к другим личностям и настаивать на равноправии. Они самостоятельны и независимы, поэтому ценят в людях честность и не тратят время на формальности. Американцы не любят чопорность, предпочитают удобную одежду, обращаются друг к другу просто, неофициально, и даже если между собеседниками большая разница в возрасте и общественном положении. Американцы очень демократичны в общении. Они сразу начинают вести себя неофициально, снимают пиджак, обращаются друг к другу по имени, независимо от статуса и возраста, обсуждают личную жизнь. Они чрезвычайно дружелюбны, жизнерадостны и улыбчивы, любят незатейливые шутки и юмор, ценят в других честность и откровенность. Американцы берегут время и отличаются пунктуальностью. Время для них всегда деньги, их любимая фраза «перейдем к делу». Они пользуются ежедневниками и живут по расписанию. Они не любят пауза или молчания во время беседы, переговоров. Принимают решения американцы обычно быстро, а не последовательные. Когда они говорят по рукам, то очень редко меняют свое мнение. Что касается общения в неофициальной обстановке, то приемы в США – это обычная вещь. Это благоприятный случай поговорить о семье и о своем хобби. А в подарок можно принести бутылку хорошего вина. Англичане. Англичане считают себя честными, рассудительными и заботливыми, учтивыми людьми. Для них характерны такие черты, как сдержанность, замкнутость и необщительность с незнакомыми людьми, почитание собственности, предприимчивость и деловитость. В общении они стараются избегать категорических утверждений и отрицаний. Часто пользуются оборотами типа «мне кажется», «я думаю», «возможно». Они предпочитают не затрагивать личных тем и всего того, что может расцениваться как вторжение в частную жизнь собеседника. Англичане очень консервативны. Их метеорологи продолжают каждый день объявлять температуру воздуха не только по Цельсию, но и по Фаренгейту, как и 20 лет тому назад. Они по-прежнему почитают королевскую власть и королевскую семью, хотя нередко делают сами их предметом насмешек. Но это не значит, что их собеседник, представитель другой культуры, может посмеяться над королевской семьей. Они любят детективы. Агата Кристи – самая переводимая в мире писательница детективных романов. А Шерлок Холмс – один из наиболее знаменитых и популярных англичан всех времен. Их национальная страсть – садоводство. Их увлечение – домашние животные. Они очень ценят свой дом, считают его крепостью, которая поможет укрыться от непрошенных посетителей и надоевших забот. В Англии не принято звонить домой по служебным делам и рабочим вопросам. Вообще, телефонному разговору как средству деловой коммуникации они предпочитают почту, которая не требует быстрой ответной реакции и позволяет обдумать решение и дать взвешенный ответ. Англичане письменно, а не по телефону, обычно договариваются о деловых встречах, решают свои проблемы, связанные с оформлением различных документов. Английские бизнесмены – это, как правило, хорошо вышкаленные, профессионально подготовленные, эрудированные люди. Они достаточно гибки, умеют сглаживать острые углы, охотно отвечают на инициативу противоположной стороны, считают, что наилучшее решение можно найти с учетом позиций своих партнеров. Чтобы сбить с толку оппонента, ввести его в заблуждение, отложить заключение сделки, британцы прибегают к сдержанным и неопределенным высказываниям. Например, «Ну, это нас не вполне устраивает, но…» «Это может быть довольно сложным, но…» Зачастую в этой ситуации они рассказывают анекдоты. Как отмечают многие исследователи, юмор играет очень важную роль в деловой жизни. Особенно в деловой жизни Великобритании. Поэтому целесообразно, готовясь к встрече с англичанами, запастись шутками и смешными историями. Англичане используют юмор для самокритики, чтобы разрядить напряжение, когда ситуация становится взрывоопасной. Чтобы избежать излишних формальностей, которая замедляет обсуждение. Для прямой и незлобной критики в адрес начальства. С целью введения элемента неожиданности в слишком формализованные переговоры. Льюис отмечает одну интересную деталь в поведении англичан. Используя обаяние, неопределенность и сдержанность высказываний, юмор и благоразумие, они могут смеяться на переговорах, но оставаться довольно жесткими. Они всегда занимают оборонительную позицию, которую скрывают как можно дальше. Веским аргументом на переговорах для них является репутация противоположной стороны, масштабы фирмы и ее капитал. Переговоры с английскими партнерами принято начинать с обсуждения погоды, спортивных новостей, хобби. Важно подчеркнуть доброе отношение к британскому народу, его идеалам и ценностям. Целесообразно предварительно узнать о наклонностях и привычках делового конкурента. Следует иметь в виду, что на переговорах англичане сначала ведут себя довольно формально, но после первых двух-трех встреч начинают обращаться по имени, чувствуют себя раскованно, снимают пиджак, закатывают рукава и так далее. Обмен рукопожатиями в Англии принят только при первой встрече, потом достаточно устных приветствий. Англичане очень пунктуальны, их честному слову можно доверять. И еще одна существенная особенность англичан, их умение терпеливо выслушивать собеседника, не перебивая его, не возражать партнеру, но, как вы понимаете, не возражать партнеру далеко не всегда означает соглашаться с ним. И вовсе не означает, что если англичанин не бросается вам возражать, то вам удалось его убедить. Поэтому с английскими оппонентами не следует бояться молчать. Наоборот, многословие, речь без остановок и пауз расценивается как грубое нарушение правил общения и навязывание своего мнения. Англичане, как правило, заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях, а не в кратковременных сделках. Немцы. К важнейшим особенностям немецкого национального характера относят трудолюбие, прилежание, пунктуальность, бережливость, организованность, педантичность и расчетливость. Немцы питают огромное уважение к имуществу и собственности. Они придают большое значение солидным зданиям, мебелям, автомобилям, хорошей одежде. Значительное внимание уделяется броской рекламе, художественным иллюстрациям, печатным изданиям, которые посвящены обсуждаемым услугам, фирмам и товарам. Яркая черта немецкой деловой культуры – последовательное решение вопросов. Стремление сначала завершить одно дело, прежде чем перейти к другому. В общении немцы склонны к резкости, открытому выражению своего несогласия. Любезность или дипломатия не считаются обязательными. В переговоры они вступают только тогда, когда уверены в возможности нахождения решения. Процедуры проведения деловых переговоров и деловых встреч в Германии, в отличие от других стран, достаточно формализованы. Немцы строго следят за соблюдением иерархии при рассаживании и очередности выступлений. Они дисциплинированы, приходят на встречу всегда вовремя, хорошо одетыми и требуют этого же от своих партнеров. Церемония представления и знакомства соответствуют международным правилам рукопожатия и обмен визитными карточками. Обращаются они друг к другу только официально по фамилии, господин Шмидт, например. Ни в коем случае не по имени, как американцы. В этом они видят проявление уважения к своему партнеру. Если у человека есть титул или звание, они обязательно называются. Во время деловых встреч с немцами не рекомендуется прибегать к юмору или шуткам. Для них бизнес – это слишком серьезное дело, поэтому не стоит тратить время попусту, рассказывая анекдоты. Это можно сделать потом при личной встрече за крошкой пива. На встречу немцы приходят хорошо подготовленными, заранее продумывают логические и иногда такие достаточно тяжеловесные аргументы в доказательство своей правоты, подбирают возможные контраргументы и в ходе обсуждения всегда стремятся к поиску какой-то общей платформы. Немцы очень хорошо работают в команде. Каждый член делегации выступает по своей специальности и не вмешивается в замечания коллег. Поэтому апеллировать к коллективу в общении с немцами бесполезно. Свои разногласия они обсуждают, беседуют друг с другом между заседаниями. Никогда вы не увидите немцев, которые друг с другом спорят во время проведения переговоров. Немцы не любят принимать молниеносные решения. Им не нравится, когда их торопят. Они часто возвращаются к деталям, тщательно прорабатывают все вопросы и всегда соблюдают осторожность. Высокий профессионализм и безусловное выполнение принятых на себя обязательств способствует налаживанию долгосрочных деловых связей с немецкими фирмами. Следует учитывать, что немцы строго следят за выполнением принятых обязательств, накладывают очень высокие штрафы в случае их срыва. Они обычно требуют долгосрочные гарантии на поставленные товары, а также выплаты залога за недоброкачественные товары. Немцы убеждены, что они самые честные, самые надежные, самые искренние и справедливые люди в мире и всеми силами стараются показать это в процессе деловых переговоров. Следующие нравы – это нравы французских бизнесменов. Французы – это гордый, свободолюбивый и независимый народ, имеющий богатейшую историю и культуру. Они верят в свою уникальность и склонны считать, что именно их страна задала стандарты демократии, справедливости, государственных и законодательных систем, военных стратегий, философии, науки, сельского хозяйства, виноградства, изысканной кухни и умения жить. Франция оказала существенное влияние на становление дипломатического протокола и формирование делового этикета. Французский язык очень долго был языком дипломатической переписки. Большое значение французы придавали искусству речи, чистоте, изяществу стиля, даже в повседневном разговоре. Еще в средневековой Сорбоне риторика считалась одним из основных предметов. Французская речь обычно тщательно продумывается и оригинально украшается яркими эпитетами, броскими сравнениями, необычными преувеличениями. Это французам принадлежит формулировка «лучший экспромт» — тот, который хорошо подготовлен. Французы говорят быстро и непринужденно. Скорость их речи одна из самых больших в мире. Молчащий собеседник для них просто не существует. Среди типичных черт французской нации чаще всего называют галантность, учтивость, вежливость, любезность, находчивость, расчетливость, скептицизм, а также восторженность, доверчивость и великодушие. Французы относятся к деловым встречам как к официальному событию и ведут себя адекватно этой установке. Они приходят официально одетые, мужчины обмениваются рукопожатием, рассаживаются в соответствии со статусом. Партнеры они называют по имени. При обращении к мужчине принято говорить «месье», а при обращении к женщине «мадам», независимо от ее семейного положения. Вести себя с французами надо тоже очень официально, демонстрировать подчеркнутую вежливость и учтивость. На переговорах французы традиционно ориентируются на логику в доказательствах и быстро реагируют на нелогичные высказывания противоположной стороны. Анализ обсуждаемых вопросов делается пространно, поэтому встречи всегда бывают продолжительными и многословными. По мнению исследователей, французы искусно, даже с изяществом отстаивают свои принципы и позиции, но при этом совершенно не склонны к торгу. Переговоры они ведут достаточно жестко и обычно не имеют запасной позиции. На переговорах они с недоверием относятся к компромиссам, предпочитают такой очень конфронтальный тип делового взаимодействия. По сравнению с американцами, французские участники переговоров менее свободны и самостоятельны, поэтому они не любят в процессе обсуждения сталкиваться с неожиданными изменениями в позициях и стараются избегать официальных обсуждений и конкретных вопросов один на один. Они очень часто уклоняются от повестки дня и подолгу говорят по ряду вопросов в произвольном порядке. Вообще они любят интересные разговоры и не жалеют на них времени. Французы не любят говорить на иностранных языках, особенно на английском. Они испытывают тоску от того, что их язык, который раньше был языком международного общения, утратил былые позиции в мире. И при проведении переговоров, подготовке документов, следует учитывать, что они очень чувствительны к ошибкам иностранцев во французском языке. Деловые переговоры во Франции, как правило, начинаются в 11 часов утра. Во время официального приема о делах можно говорить только после того, как подадут кофе. До этого ведутся разговоры об искусстве, о культуре, не рекомендуется затрагивать вопросы вероисповедания, не следует расспрашивать о делах на службе, ни в коем случае нельзя говорить о доходах и расходах, неприличным считается обсуждать болезни, семейные положения и тем более политические пристрастия. В деловой жизни Франции большое значение имеют связи и знакомства. Следующий народ – это итальянцы. Итальянцы чрезвычайно эмоциональны, экспансивны, очень коммуникабельны и многословны, любят размахивать руками во время разговоров. Они с удовольствием говорят о своей семье, детях, досуге, отпуске, рассказывают о своих планах, о надеждах, о своих предпочтениях и разочарованиях. Поэтому, чтобы расположить к себе итальянца, следует просто поделиться с ним своими переживаниями и заботами, то есть таким образом продемонстрировать открытость. Итальянцы и пунктуальность – это несовместимые понятия. У них свое представление о времени. Например, в Милане точность означает опоздание на 20 минут, в Риме – на полчаса, а на юге Италии – на 45 минут. Опоздать на 45 минут – это, в общем, не опоздать совсем. Изменить это невозможно никак, поэтому остается только приспосабливаться. Отправляясь на деловую встречу с итальянским партнером, целесообразно захватить с собой интересную книгу, журнал, газету и обязательно запланировать на данное мероприятие времени больше, чтобы с пользой использовать время опоздания итальянца навстречу. Совершенно по-другому при этом итальянцы относятся к пространству. Они привыкли работать в тесноте, плечо к плечу. Дистанция комфортного общения у них меньше, чем у северных народов. Они себя очень хорошо чувствуют на расстоянии не больше 80 сантиметров с собеседником. Увеличение этого расстояния наводит итальянцев на мысль, что они физически неприятны или что их стараются как-то избегать. Показывая свое расположение к партнеру, итальянцы трогают его за руку, за плечо, обнимают, могут расцеловать его без щеки при встрече или расставании. Им ничего не стоит одолжить, у него на время вещи, например, машину, калькулятор, ручку и так далее, а затем вернуть или оплатить их. Но и у них всегда можно что-то попросить, они с готовностью могут что-нибудь дать. Процедура налаживания деловых контактов в Италии довольно проста. Достаточно обменяться информационными письмами с краткой характеристикой фирмы и указанием делового предложения. Наибольшую активность проявляют представители мелкого и среднего бизнеса. Итальянцы стараются не затягивать решения организационных и формальных вопросов. Они очень охотно идут на какие-то встречные варианты. Переговоры обычно совершаются между деловыми партнерами одинакового социального и производственного статуса. Предпочтение отдается обсуждению деловых вопросов вне официальной обстановки. Итальянцы проявляют большую гибкость в предпринимательской деятельности и порой складывается впечатление, что они ведут себя нечестно. Они часто меняют правила поведения, очень часто эти правила нарушают, обходят те правила, которые придумали сами, нарушают и обходят закон, вольно толкуют какие-то отдельные соглашения, нормы и постановления. Но при этом они совершенно не считают, что их действия в чем-то бесчестны, аморальны или незаконны. Они абсолютно искренне считают, что ведут себя правильно. При согласии они и партнеров могут сделать участниками своего заговора, но при этом спокойно обойдутся и без них, если те будут слишком привязаны к букве закона. На встречах итальянцы не придерживаются строгой повестки дня. Они могут начинать обсуждения с вопросов, которые должны рассматриваться в самом конце. Они могут по несколько раз возвращаться к вопросам, обсуждения которых уже вроде бы завершено. Разговаривают они громко, возбужденно, подолгу, при этом могут говорить одновременно. Слушать их бывает иногда достаточно тяжело. При этом они совершенно не переносят, когда молчат больше пяти секунд. Итальянцы могут вспылить при обсуждении какого-либо пункта, поссориться друг с другом, за столом переговоров, но через несколько минут это уже опять сплоченная команда. При общении с итальянцами следует учитывать, что в целом они очень вежливые, дружелюбны, изысканы в обращении, чувствительны к соблюдению правил делового этикета, ценят, когда проявляют интерес к их стране, культуре и искусству. Арабские страны. Немаловажным условием успеха в этих странах является соблюдение и уважение местных традиций. Для арабов главное чувство национальной гордости, следование историческим традициям своей страны и жесткие, и довольно, скажем так, развитые административные правила поведения. В мусульманском мире иностранец не может обратиться с вопросом к женщине, так как это считается просто неприличным. При встрече в арабских странах мужчины обнимаются, слегка прикасаются друг к другу щекой, похлопывают по спине и по плечам, но такие знаки внимания приняты только между своими. При первом знакомстве арабский собеседник выражает радушие и любезность. Это традиция, и такое поведение достойно мусульманина. При этом радушие, которое в обязательном порядке выражает мусульманин при встрече с вами, отнюдь не означает его хорошее к вам отношение. В арабских странах деловое поведение также отличается от европейских аналогов. Там совершенно иные правила вежливости. Соблюдение традиций это очень важное условие переговоров. Во время их проведения хозяева угощают вас кофе без сахара и с большим количеством кардамона. Выпив кофе, вы отдаете чашку хозяину, и он обязательно наливает в нее новую порцию напитка. Продолжается это до тех пор, пока вы не осушите кофейник. На смену первому кофейнику придет второй кофейник. И если вы чувствуете, что вы больше не можете сделать ни одного глотка кофе, нужно, когда вы подаете чашку хозяину, покачать чашкой из стороны в сторону или перевернуть ее вверх дном. Иначе вам придется пить кофе до бесконечности. В традициях арабской беседы периодически вставлять слова «как дела», «как здоровье». Однако это совершенно не означает, что вы должны тут же начать подробным образом рассказывать, что у вас болит. Еще меньше араба интересует отчет о ваших делах. И вы совсем потеряете лицо, если начнете спрашивать о здоровье неизвестных вам супруги и детей или каких-то других членов его семьи. Хорошо, конечно, если вы можете изъясняться с партнером по-арабски. Иногда от араба можно услышать на очень хорошем английском языке «Извините, я не говорю по-английски». При этом не стоит ни удивляться, ни тем более обижаться. Таким необычным способом собеседник как бы извиняется за то, что беседа будет вестись на его родном языке. Австралийцы. Австралийцы очень любят спор и беседы о нем. Второй, такой широко распространенной темой для обсуждения в Австралии является отдых. Следует помнить, что австралийцы – пьющая нация. И во время беседы можно подчеркнуть высокие вкусовые качества австралийского вина. Австралийцам это будет всегда очень приятно. В общении с австралийскими партнерами очень важно избегать крайностей. Чрезмерной суетливости, излишней педантичности, следует вести себя спокойно, сдержанно, без спешки. В Австралии, в отличие от других стран, деловым людям можно одеваться просто, как кому удобно. Самое главное в Австралии – это не ходить с непокрытой головой, потому что солнце слишком яркое и радиоактивное. И будет очень печально, если во время, скажем так, каких-то деловых переговоров вы вынуждены будете обращаться за услугами медика, потому что получите тепловой удар. Испания. По своему характеру испанцы серьезные, открытые, галантные, человечные. Они обладают большим чувством юмора и способностью работать в команде. Не следует назначать встречу в полдень, потому что все помнят про знаменитую испанскую фиесту. Склонность испанцев опаздывать на встречу является поводом для многочисленных шуток. Испанцы любят очень много говорить, поэтому регламент встреч с испанцем соблюсти не удается практически никогда. В Испании едят поздно. Завтрак в Испании – это примерно два часа дня. Обедают испанцы в 22 часа, то есть в 10 часов вечера. За столом следует избегать обсуждения таких тем, как гражданская война, период правления Франка, коррида и личная жизнь. За столом о таких вещах говорить не принято. Следующая страна – Швеция. Шветы, известные в мире своей глубоко укоренившейся лютеранской этикой. которая наиболее близка немецкой, но не столь суха, как в Германии. К ее характерным чертам относятся прилежность, пунктуальность, аккуратность, серьезность, основательность, порядочность и надежность в отношениях. Уровень квалификации шведских бизнесменов очень высок, поэтому в своих партнерах они особенно ценят профессионализм. Шведы, как правило, владеют несколькими языками. В первую очередь, это английский и немецкий языки. Поэтому они очень, скажем так, часто свободно ведут переговоры на английском и немецком языках без переводчика. Шведы любят планировать дела заранее. Они сдержаны и обычно не выражают ярко своих эмоций. Дружеские связи и отношения играют особую роль в развитии бизнеса. Работа не ограничивается стенами офиса и часто имеет продолжение за дружеским ужином, в ресторане или в гостях. Китайцы. Китайцы очень веселые, душевные и сообразительные люди. Но их представления о правилах хорошего тона во многом не совпадают с нашими. Во время встречи китайские участники переговоров очень внимательны к формированию такого духа дружбы, определенной атмосферы общения. Дух дружбы они отождествляют с хорошими личными отношениями партнеров. Поэтому особенно внимательно следует относиться к выражению своей доброжелательности. В Китае придают важное значение налаживанию неформальных отношений с зарубежными партнерами. Вас могут спросить о возрасте, семейном положении, о детях. Будьте готовы к таким вопросам. Не нужно относиться к этому как к допросу, как к посягательству на вашу личную жизнь и личную территорию. Это проявление абсолютно искреннего интереса. Вас могут радушно пригласить в гости или в ресторан на обед, где подадут не менее 20 блюд. Основной напиток китайцев это рисовая водка. Азия очень церемониально, поэтому в Китае приняты тосты. Но чокаться при этом совершенно не обязательно. Это наша русская традиция. Подарки в Китае лучше делать не определенному лицу, а всей организации. Ну и последний совет. Если вас в Китае пригласили на обед, лучше не стоит спрашивать, из чего приготовлено то или иное блюдо. Японцы. Японцы довольно сильно отличаются от других народов своей культурой. Их уникальность обусловлена и исторической изоляцией, и перенаселенностью, и особенностями японского языка. Они характеризуются трудолюбием, сильно развитым эстетическим чувством, приверженностью традициям, склонностью к заимствованию и дисциплинированностью. Знаменитая японская вежливость принимает самые различные формы. Они стараются не обидеть собеседника выражением открытого несогласия или отказом. Поэтому они произносят «да», даже в том случае, если подразумевается отрицательный ответ. К этому надо быть готовым, чтобы, скажем так, положительный ответ японцев не сбивал нас с толку. Японцы никогда не говорят «нет». Прямое высказывание в Японии вообще считается неуместным и невежливым. Вместо четкого указания «уберите в офисе», японский босс выразится приблизительно следующим образом. Так как в 12 часов к нам придут важные клиенты и поскольку мы хотим, чтобы у них сложилось самое лучшее впечатление о нашей компании, пожалуй, неплохо было бы здесь прибрать. При этом, как вы понимаете, не согласиться при таком видимом отсутствии приказа у японского сотрудника никакой возможности нет. Он приберется обязательно. Японцы никогда не скажут открыто, что не хотят заключать сделку с иностранным партнером. Они действуют совершенно по-другому. Просто становится невозможно связаться с их контактным представителем. Он всегда будет болен в отпуске, в заграничной командировке, у него будут семейные неприятности. Поэтому, если вы пытаетесь связаться с каким-то контактным лицом в японской фирме и не можете на протяжении нескольких раз застать его на месте, можете даже не пытаться повторять попытки. Смотреть собеседнику прямо в глаза для японцев считается признаком невоспитанности. Поэтому во время разговора они всегда отводят взгляд в сторону. Это вовсе не значит, что они чего-то недоговаривают, что они скрытные и так далее. Когда японцы внимательно слушают, они иногда вообще закрывают глаза и создается впечатление, что они просто засыпают навстречу. Это на самом деле не так. Японцы очень сконцентрированы и в состоянии держать внимание достаточно долго. В Японии не принято рукопожатие. Зато правилом хорошего тона считается поклон. Особенно количество этих поклонов. любопытно, что 15 поклонов достаточно для обычного приветствия. 45 раз принято поклониться, чтобы произвести хорошее впечатление. Семью десятью поклонами выражают особое почтение, а самую уважаемую личность приветствуют, поклонившись 90 раз подряд. В момент представления визитные карточки следует вручать и получать обеими руками и в знак уважения сразу внимательно их читать. Японцу понравится, если партнер положит ему визитную карточку на стол перед собой и его визитную карточку положит перед собой и будет ее рассматривать на протяжении всей встречи. Для японца очень важно не потерять своего лица и все время демонстрировать свою вежливость. Характерный пример поведения делового человека в затруднительной ситуации приводит Льюис. В первую неделю своего пребывания в Японии он вместе с коллегой вел переговоры об аренде одного здания. После нескольких затруднений они добились встречи с 70-летним президентом компании, которой принадлежало около 200 зданий. В течение получаса тот через переводчика говорил о достоинствах и высокой репутации здания и закончил свою речь ценой аренды. Она показалась посетителем завышенной и коллега выросший в арабской стране сразу предложил хозяину половину этой цены. Пожилой президент и его переводчик тут же как один встали, улыбнулись, поклонились и покинули комнату. Больше покупателей их никогда не видели. Японцы часто улыбаются, но это не всегда выглядит искренне. Их улыбку называют загадочной. И действительно, она нередко выражает самые разные чувства. Дружеское расположение, сдержанность, скрытость, неловкость. Улыбка нужна японцу порой для того, чтобы создать собеседнику комфортные условия для общения, даже если тот ему не симпатичен. Во время первой встречи с представителями японских компаний принято обмениваться письменными материалами о своих фирмах, содержащими следующие сведения. Профиль фирмы, точное название, адрес, фамилии и должности главных руководителей и специалистов, биография главы фирмы, ассортимент выпускаемой продукции, ее основные характеристики, используемые технологии, графики, схемы, соответствующие документы и тому подобное. На переговорах японские предприниматели стараются сначала обсудить второстепенные вопросы, уделить внимание малозначительным деталям и лишь в конце приступить к обсуждению главной проблемы. Шутить во время деловых встреч не рекомендуется. Деловые дискуссии начинаются только спустя 20 минут после начала переговоров. В ходе общения с деловыми людьми Японии лучше вести себя скромно и сдержанно. Чтобы сделка состоялась, надо заслужить доверие. Как отмечают специалисты, японцам нравятся опрятные, хорошо одетые люди, не очень молодые, скромные, с тихим голосом и обязательно вежливые. Россияне. Россия представляет собой чрезвычайно сложный поликультурный исторический феномен. Русская культура универсальна. Она включает в свой состав культуры десятка других народов. На формирование русского характера огромное влияние, независимо от формы государственного устройства, оказали два главных фактора. Это необъятные просторы России и суровость ее климата. К национальным особенностям русских специалисты относят склонность к коллективизму, самопожертвование, терпение, упорство, неравномерный ритм работы, способность в критический момент мобилизоваться и напрячь все силы и, к сожалению, неуважительное отношение к закону. Льюис отмечает, что в основном это очень теплые и душевные люди. Согласитесь, приятно услышать от иностранного специалиста такую оценку, что русские это люди отзывчивые на добро и любовь. И если русские чувствуют, что их не надувают в очередной раз, они всей душой расположены к партнерам. Он находит в русских очень много общего с американцами. По мнению Льюиса, российские ценности глубоко человечны. Наши герои универсально аутентичны и внешние проявления и символы полны артистизма и эстетики. Следует иметь в виду, что российский стиль вездения переговоров нельзя на сегодняшний день считать сложившимся. Потому что фактически российский стиль ведения переговоров находится на стадии становления. Во времена Советского Союза коммерческая деятельность была полностью монополизирована государством. Чиновники действовали очень жестко и в рамках государственных интересов. А сегодня в условиях конкурентной борьбы требуется намного больше и гибкости, и смелости, и оперативности в принятии ответственных решений. Наблюдатели отмечают такую особенность в поведении наших бизнесменов. Они энергично наступают, когда им кажется, что партнер пятится, и отступают, когда встречают жесткое сопротивление. Русские с подозрением относятся ко всему, от чего другая сторона легко отказывается. И часто используют приемы, направленные на получение каких-либо преимуществ в ходе переговоров. Ну и посмотрите пожалуйста вопросы для самопроверки, контрольные вопросы. Итак, национальные особенности, присущие людям разных стран. В чем своеобразие их поведения в различных ситуациях делового общения? Что характерно для делового поведения россиян? Ну и в конце мне хотелось бы заметить, что конечно мы поговорили не обо всех странах. Я думаю, что в сегодняшней литературе по этике делового общения достаточно много информации. И если вы по роду деятельности общаетесь с представителями каких-то других народов, постарайтесь собрать о них информацию. Спасибо за внимание и до следующей встречи.